Фаслун говорит в следующий раздел Газуату Бану Лихьян Военный поход относительно племени Бану Лихьян Здесь необходимо у себя отметить то, что это Кабиля, то есть одно из племен, которые жили между Меккой и между местностью Марв-Аз-Загран Эта вот местность Марв-Аз-Загран у нас уже встречалась однажды, когда мы говорили то, что Абу-Суфьян, когда выехали на обещанный Бадр, то есть на третий малый Бадр, и доехали как раз до этого места Марв-Аз-Загран это 40 километров от Мекки и из-за засушливости этого года вернулись домой обратно. Вот до этого места они как раз было доехали. Так вот, вот это племя которое называется Бану Лихьян оно жило между этими местами, между Меккой и между Марв-Аз-Загран Горису Махараджа, саллаллаху алейху саллама Ба'да Курайза биситта тяшхур Затем, через полгода после Бану Курайза, вазали ка Джумад-ль-Уля, минассана садиса ада с сахи, а это Джумад-ль-Уля то есть в месяц Джумад-ль-Уля шестого года, по более правильному мнению Касидан Бани Лихьян. Вышел пророк саллаллаху алейху саллама из Медины в составе военного похода против Бану Лихьян Лиа Хузасар Асхабр-Раджи Аль-Мута-Каддин Зикрухам Говорит для чего? Для того, чтобы взять возмездие за кровь Асхабр-Раджи то есть тех десятерых убитых сподвижников пророка саллаллаху алейху саллама которых предали вот эти вот два племени Адаль и Кара. Как раз вот они те, которые их предали были из племени Бану Лихьян. Поэтому пророк саллаллаху направился к ним, чтобы взять у них возмездие за кровь своих сподвижников Говорит И пророк саллаллаху алейху саллама продвигался из Медины, пока не доехал до их местностей в долину и доехал до долины, которая называлась Гуран. Говорит что такое у нас Гуран? Говорит место, которое находится недалеко от Усфана Говорит, вот этот вот Гуран находится между местностями Амач и Усфан. И до сих пор известно это название. И когда пророк саллаллаху алейху саллама добрался до них, то есть весть о его выходе добралась до них раньше, чем добрался сам пророк саллаллаху алейху саллама Поэтому, говорит, они уже ожидали посланника Аллаха саллаллаху алейху саллама и спрятались где? В горах. То есть взяли себе за слоном горы. И пророк саллаллаху алейху саллама оставил их. То есть пробовал их осаждать, но ничего путного из этого не вышло. Говорит Поэтому он их оставил. И поехал дальше То есть, среди двухста всадников, пока не доехал до местечка самого Усфа. И говорит, после этого он послал Фарисейн, то есть двух всадников. Это приходит у кого-то, у Ибну Исхака. То, что всадников он послал два. А что касается Ибну Саада, то он говорит, что Пророк, салаллаху алисаляма, послал десять всадников. Куда он их послал? Послал в местечко, которое называлось Кура Ульгамим. Это место между Рабига и между Аль-Джухфа. То есть, зачем он это сделал? То есть, для того, чтобы этим самым напугать Хурайшитов. И для того, чтобы показать им свою силу. То есть, для того, чтобы они услышали о том, что мусульмане были в их местностях и, что называется, наводили там порядок. То есть, для того, чтобы этим самым запугать врага. И затем эти два всадника, а по слову Ибну Саада, десять всадников, то есть, что называется, обозначились там и вернулись обратно. И затем посланник Аллаха, салаллаху алисаляма, вернулся куда? В Медину. И пророк, салаллаху алисаляма, вот эта вот известная его фраза, когда он возвращался из военного похода, «Айбуна, тайбуна, абидун, лироббина хамидун». Мы возвращаемся, мы делаем покаяние, мы поклоняемся Аллаху и нашего Господа мы восхваляем. Именно вот эту вот фразу пророк, салаллаху алисаляма, произносил именно вот после этой битвы. Эту фразу он произносил именно после этой битвы. И затем она уже закрепилась. Здесь также можете у себя отметить, то, что именно в этом военном походе, «Газват бани лихьян» был узаконен намаз страха. Именно в нем был узаконен намаз страха. То есть, когда происходило противостояние между мусульманами и между многобожниками, которые скрывались в горах, находились в горах, то было узаконено и был не способен приказ о намазе страха. Это также отметили. Теперь у нас далее по книге приходит раздел, который называется «Газвату зи-карат», то есть, военный поход на зи-карат. Но, опять-таки, более правильно, то, что вот этот военный поход произошел после Худайбии, непосредственно перед Хайбаром, за три дня до Хайбара. Поэтому вот этот военный поход «Газват зи-карат» мы, опять-таки, оставим на следующие уроки, то есть, когда изучим Худайбию. И перед тем, как читать Хайбар, прочитаем вот этот вот также раздел, который называется «Зу-карат». Его оставим еще на позже. Что касается сегодняшнего урока, то так как следующий блок очень большой, а эта битва при Худайбии, то его мы брать сегодня не будем. Но зачитаем некоторые моменты, которые приходят у Ибнур-Каима в его книге «Заад-Уль-Маад». То есть, Ибнур-Каим в своей книге «Заад-Уль-Маад» выделил целый раздел для того, чтобы описать еще некоторые битвы и некоторые военные походы, которые происходили в шестом году в хижре. То есть, здесь у нас в этой книге «Аль-Кусуль» и «Сират-Расул Хабз» и «Макасира» ничего из этого не упоминается. Поэтому помянем из книги «Заад-Уль-Маад» для того, чтобы у нас было более полное представление относительно того, что произошло еще в шестом году июля.